Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Христос Воскресе! Христос Воскресе! Друзья, я тогда сейчас приглашу детей прийти вот сюда, давайте, чтобы посмотреть, что там, вот Кирилл, который у нас читал, Алеша, вот, давайте все-все-все-все-все-все-все, пожалуйста, пожалуйста, вот как здорово! Друзья, какой у нас самый великий праздник в год? Какими празднованиями сейчас? Пасха! Пасха! А что значит Пасха? Что Христос? Воскресе! Воскресе! А что значит Воскресе? Его распяли, и Он воскрес через три дня! Его распяли, и Он воскрес через три дня, совершенно верно! Что значит Воскресе? Он победил смерть! Представляете, как это здорово! Вот у вас у всех дедушки, бабушки уже в возрасте, да? И, наверное, вы думаете, вот, когда бабушка умрет, я больше ее не увижу. Как это грустно! Правда? А вот Христос Воскрес, то есть Он победил смерть! Это вообще самая замечательная мечта всего человечества – победить смерть! И вы знаете, вот почему мы все это время, Пасха, все повторяем? Христос Воскресе! Христос Воскресе! Вы слышали, как часто мы это поем? Чтобы убедиться, чтобы не забывать, чтобы пустить в свет воскресшего Христа в нашу жизнь! Потому что, вот смотрите, как интересно, мы отмечаем Пасху, а тут на слайде – Крещение! Почему Крещение? Я сейчас вам объясню! Дело в том, что в каждом человеке живет какой-то ветхий человек! Ветхий человек – это не пожилой дедушка, а значит, это наш эгоизм! Это когда мы думаем только о себе! Вот этот ветхий человек, у него есть другое имя – называется смерть! Вот эта смерть живет в сердце каждого человека! Мы этого не замечаем, но она есть! Но также в сердце человека есть жизнь! Это новый человек! Это тот самый человек, который живет со Христом! И вот смотрите, когда происходит Крещение, вот, например, когда нас крестили, об этом нам сегодня говорил апостол Павел. Вот Кирюша читал послание святого апостола Павла, где написано так, «Все мы, когда были крещены, чтобы соединиться с Христом, мы тем самым разделили его в смерти». Вот посмотрите, священник крестит ребенка. И дальше, когда священник крестит ребенка, видите, он погружает его в воду. Или даже взрослого человека погружает его в воду. Это погружение – это как смерть, изображает нашу смерть. Но мы умираем греху, вот этому ветхому человеку умираем. А вот когда заканчивается Крещение, и священник, вот видите, как он взял ребенка с воды, вот как будто ребенок воскрешает. Для него начинается новая жизнь. Как здесь говорит апостол Павел, «Как Христос был воздвигнут из мертвых, так и мы можем жить новой жизнью». Вот это есть и воскресение, которое всегда с нами. Что еще нам говорит апостол? Он вот то же самое нам говорит. Если мы вместе со Христом в его смерти, то мы вместе с ним и в его воскресение. И вот, смотрите, здесь более грустный кадр. Да, человек – раб. Мы все можем быть рабами греха. Вот того ветхого человека, который в нас, своего эгоизма. Вот это именно рабство. Смотрите, как и здесь мы видим. Чтобы не быть рабами греха, мы должны быть со Христом. И мы знаем, что если мы умерли со Христом, разве мы и умерли греха? Мы больше греху, мы больше не можем умереть. Как и Христос умер один раз и навсегда. Но Он живет вечно, и мы можем жить вечно с Ним. Вот видите, об этом и говорит апостол Павел. Христос, восстав из мертвых, больше не умирает, и смерть больше не имеет над Ним власти. Представляете, как здорово. Вот, допустим, когда в войны люди умирают. А это ужасно. Люди погибают. Это ужасно. Но вот смерть над нами не имеет власти, если мы умерли греху вместе со Христом и вместе с Ним воскресли к новой жизни. Вот то же самое Он говорит апостол Павел. Почитайте себя мертвыми для греха, но почитайте себя живыми для Бога во Христе. И вот мы читали еще Евангелие сегодня. Это замечательный Евангелие, как пошла Мария Магдалина в сторону гроба, и тут видит, что сидит ангел в белой одежде. И этот ангел говорит, его здесь нет. Он воскрес. И дальше говорит, чтобы они пошли в Галилею, и там увидят его. Вот уходят Мария Магдалина и другие женщины, и по дороге они кого встретили? Христа, который им сказал то же самое. Не бойтесь. Вот нам всегда Христос говорит, не бойся. Когда нам страшно, а может быть по-разному страшно, но каждый раз Бог нам говорит, не бойся. И говорит апостолам, что ждет их в Галилею. Галилея – это место, откуда все они были. Место, которое они очень любили. Вот я бывал в Галилеи, это замечательная страна. Там холмы, цветы, море, ну такое озеро, которое называют морем. Все замечательно. Они любили это место. Поэтому Иисус так решил, что последний раз Он с ними встретится именно в этом, в Галилее. И вот они пошли туда, и что им сказал Иисус? Сказал, идите и... И что? Кто обратил внимание, что сказал Иисус? Идите и... Увидимся. Увидимся. Нет, они как раз сейчас Его видят. Он говорит, проповедуйте всем народам. Представляете, русским, африканцам, всем-всем-всем. Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И еще, уча соблюдая все, что Я заповедовал или повелел Вам. Вот смотрите, Кирилл. Иди сюда, Кирилл. Чтобы все на тебя смотрели. Когда ты крестился? Давно? Три года назад. Три года назад. Я помню крещение Кирюши. Представляете, вот на днях итальянские журналисты меня попросили. Отдайте какую-нибудь фотографию Вашу. Я искал, искал. И лучшие фотографии – это день крещения Кирилла. Поэтому я им послал эти фотографии. Они везде напечатали. И вот Кирилла сейчас знает вся Италия. Представьте себе. Потому что замечательное было крещение. И вот три года назад он крестился, и сегодня он Вам читал апостол. И как раз об этом. Как здорово. Видите? Это начало новой жизни, действительно. Вот для Кирилла и началась эта новая жизнь. Так и для всех нас. И самое последнее, что сказал Иисус. Вот самое важное. Я с Вами. Во все дни до скончания века. Представляете, не только до того времени, когда Вы будете совсем пожилыми, вот как я. Будут седые волосы и так далее. И еще намного больше. До скончания века. Христос с нами. Он нам это обещал. Поэтому не будем забывать самое важное. Это то, что Христос воскресе. Воистину воскресе. Аминь. 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 Продолжение следует...